Здравствуйте! Это передача Африка. Второй фронт в студии Антон Лемесев. Сегодня наш выпуск будет полностью посвящен одной теме – туарегским племенам Африки. Они населяют обширную территорию запада континента – это Нигер, Мали, Алжир, Мавритания, Ливия, Буркино-Фасо, Чад и Нигерия. Туареги ведут кочевой образ жизни и не имеют собственного государства. Почему эти племена ведут борьбу за субъектность и как в этом противостоянии замешаны Франция, Мали и международное сообщество, специально для CBC рассказала африканистка, ведущая блога в стране туарегов Мария Златар. Туареги – самобытный берберский народ Северной Африки с древней историей, богатыми культурными традициями, окруженными флером, романтикой и таинственностью. Свободные люди пустыни. Туареги считаются коренным народом на территории, который пересекает границы ряда государств – Алжира, Буркина-Фасо, Мали, Ливии, Нигер и даже Марокко. Они исповедуют ислам, но в общественной жизни присутствуют доисламские обычаи, часть из которых ошибочно принимают за матриархат. Народ разделяется на племена, неравные по своему социальному положению, присутствует даже деление на касты. Туареги постоянно ввели стычки с соседями, с колонизаторами, с правительствами молодых независимых государств. И Туареги часто рассматриваются как непримиримый народ, изгой, возмутитель спокойствия, даже как сепаратисты. Давайте попытаемся разобраться, это пропаганда или все-таки какая-то часть правды в этом присутствует. Я думаю, это в общем-то правда. Только стоит обратить внимание на нюансы. Когда мы говорим, что Туареги – возмутитель спокойствия, мятежники, сепаратисты, мы должны понимать, что вынудило их стать на такой путь. Положение всех народов Сахиля, а не только Туарегов, определяется тяжелыми условиями жизни. Сложный климат, постоянно ухудшающийся, пустыня растет в том числе из антропогенных факторов, рост населения и сочетается с неэффективностью имеющихся административных систем. В том, что Туареги приобрели репутацию самых непримиримых, я думаю, свою роль сыграли два фактора. Первое. Положение Туарегов, проживающих в самых пустынных частях региона, всегда было уязвимым по сравнению с зрителями более благоприятных климатических зон. Любые засухи в отсутствии государственной поддержки ставили Туарегов на грань выживания. Второе. Из-за тех же условий выживания в обширных и незаселенных пространствах пустыни, Туарегов было и остается сложно контролировать. Котевники, в отличие от соседних народов, легко снимаются с места. Территории, разделяемые государственными границами, для них представляют собой один культурный регион с родственниками, дружескими связями и знакомыми стоянками по обе стороны границы. Также традиционный образ жизни кочевника легче адаптируется под военное положение, чем традиционный образ жизни соседних народов. Это способствует тому, что Туареги, с одной стороны, чувствуют угрозу своему выживанию, с другой готовы браться за оружие для отстаивания своих прав. Более 10 лет организация Туарегов СМА по факту контролировала весь север страны. Удалось ли им создать институциональную среду, наладить работу государственных институтов, создать какие-то относительно комфортные условия для хозяйственной деятельности и решить социальные вопросы? Ну, мне кажется, что нет. Весь север не совсем так. В результате борьбы различных группировок, включая джихадистские, заключение мирных договоров между правительством и рядом группировок, исключая джихадистские, на севере Мали сложилось лоскутное одеяло зон контроля. При этом территории, находящейся под контролем промалийских, туарегских группировок, входили в административную зону контроля центрального правительства. В регионе Киталь, где власть уверенно удержала все партийские и прозаводские движения СМА, мы можем говорить о создании институциональной среды, альтернативной предлагаемой центральным правительством. При этом надо помнить, что в силу положений Алжирского мирного договора 2015 года контроль СМА всегда был де-факто, но не де-юри. Институты малейского правительства в тех или иных формах всегда присутствовали в регионе, включая в том числе губернатора Китали от Мали. Она в какой-то мере ограничила СМА в создании своих институтов, так как они формально не порывали СМА, но находились в затянутой стадии выполнения условий Алжирского мирного договора. С другой стороны, это давало возможность манипуляции общественным мнением, так как вся вина за неустроенная жизнь не сбрасывалась на правительство в Бамако. Какие институты работали в Китале под эгидой СМА? Это полиция, в которую ходили комбатанты СМА, традиционный суд исламских судей КАДИ, в соответствии с шариатом, но с местными особенностями. Как в самом городе, так и в деревнях и регионе создавались школы, работало здравоохранение. Также СМА поддерживала различные местные международные НГО в проектах развития. Наверное, всегда можно сказать, что лидеры делали недостаточно. Тем не менее, нельзя заявлять, что они никак не вкладывались в развитие региона. Также мы можем ответить, что ситуация в Китале не сильно отличалась от ситуации в городах севера, контролируемых Бамако, например, Као, Менаке и Тимукту. Готовилась ли СМА к потенциальному конфликту с Бамако? И как марш Бамако-Накидаль повлиял на СМА? Как это разделило Туарегов вообще и туарегскую элиту в частности? Несомненно, они готовились. Мне кажется, они начали рассматривать вероятность этого конфликта сразу после военного переворота в Бамако в 2020 году. Потом был разрыв Бамако с Францией, сближение с Россией, усиление со стороны правительства и его сторонников риторики, направленной против азавадских движений, неудача с созданием ССП. На протяжении всего этого времени СМА, наращивая свой военный потенциал, посылала сигналы, что недовольны состоянием отношений между ними и Бамако. Разумеется, сдача кидалия стала тяжелым поражением для СМА, и я не удивлюсь, если коалиция испытывает кризис. Я предполагаю, что лидеры движения сейчас заняты адаптацией к новым условиям. То же самое можно сказать про простых сторонников. Это может занять много времени, прежде чем они вернутся к каким-то активным формам борьбы. Но я думаю, в этом конфликте время будет играть на стороне повстанцев, если Мали не удастся решить кризис административной системы. Туареги Мали – вторая по численности группа в регионе, политически и идеологически очень разнородная. Часть придерживается идей азавада, независимости или автономии для туарегов. А другая часть лояльна к правительству Бамако, и из них и формируется государственный аппарат региона. Они инкорпорируются в национальную армию и правоохранительные органы. В чем здесь проблема? Как вы объясните этот парадокс? Противостояние правительства Бамако и Туарега в северных регионах началось с момента формирования этого самого правительства, с распадом французской колониальной системы. Границы независимых государств проводились с согласованием с митрополией, но без учета интересов проживающего там населения. Мали особенно пострадала от такого деления, потому что в ее состав вошло два очередь отличающиеся культурно-этнические регионы – северный и южный. Разумеется, нельзя сказать, чтобы все регионы были никак не связаны исторически. Да и границы между этносами нельзя провести в реальности, так как всегда будет некоторая переходная зона. Тем не менее, разница между севером и югом в Мали достаточно ощутима. Автостонное население севера, тори и георабы, всегда чувствовали остро свою инаковость. Всему в прежние времена добавлялся человеческий ощутимый расизм. Светлокожие кочевники противопоставляли себя светлым чернокожим народам, в свою очередь чернокожие нередко относились к кочевникам, как к опасным пришельцам. Все это могло бы быть преодолено в случае грамотной интеграционной политики, но государства ее не было. Что касается интегрированных в правительство Туарега, парадокс ситуации в том, что большинство из них – бывшие повстанцы и получили хорошие должности именно благодаря своей прошлой непримиримой борьбе. И при этом очевидно, что интеграция на условиях, требуемых с текущим правительством, с отказом от своей политической идентичности и, так это назовем, публичным отказом от своей исторической правоты, это выбор, приемлемый далеко не для каждого, и далеко не для всех, наверное, возможен. Молит, строя свою национальную идею на борьбе с колониальным наследием Франции, совершает большую ошибку, когда решает восставших Туарегов субъектности и ставит по одну сторону баррикад с колониалистами, сбрасывая их в сочитовую и хупорную борьбу с Францией на протяжении всей колониальной истории. Молиты могли бы поступить иначе, объявить трения между южанами и северянами наследием колониализма, в чем есть своя доля правды, иначе строить отношения с Туарегами на равных, без попытки ассимилировать и лишить их идентичности и своего видения и истории. Так, например, когда причины восстания 2012 года называют падение режима Каддафи в Ливии, приход наемников оттуда в Мали, этим отрицают субъектность восставших Туарегов, их принадлежность к земле, которую населяли их предки, которые они были вынуждены покинуть ранее в результате конфликтов с Бумаком. Сами эти конфликты, глубокие травмы, которые не причинили Туарегскому народу, тоже отрицаются, что не дают возможности для действительно подлинного примирения и объединения. В новогоднем обращении президент переходного периода республики Мали полковник Асимигойт объявил принципы государственного устройства как основу мирного соглашения. Это единство страны, то есть отрицание федерализма и автономии и главенство единых государственных законов. Мали – многонациональное государство, помимо титульного этноса бомбара, в стране проживают еще десятки национальностей, достаточно многочисленных, со своими обычаями и устоями. Почему отказ от автономии так неприемлем для части Туарегов? Не думаете ли вы, что ими просто манипулирует Франция для поддержания очага напряженности? Ведь Туарегов непримиримых. Франция поддерживает практически явно. Надо понимать, что проблема государственного устройства это не проблема одних лишь Туарегов. В кризисе вся административная система Мали государственной структуры не работают на значительной части территории и достаточно хорошо работают на всей территории страны. Гражданская война вышла далеко за пределы Туарегских территорий. Именно на нетуарегских территориях она отличается особой жестокостью и кровавостью. Почему федерализация, автономность или как минимум децентрализация в какой-либо форме необходима в особенности для северных регионов страны? Надо понимать, что это очень обширные пустынные преимущественные территории с очень низкой плотностью населения. Этому населению очень сложно отстаивать свои интересы в централизованной системе, где в случае всеобщего голосования или представительства в парламенте в процентном соотношении не всегда будут проигрывать из-за лишнего перевеса южан. При этом вводить позитивную дискриминацию правительству тоже невыгодно. Это вызывает недовольство многочисленного населения юга, служащего основной людской опорой самому правительству. Многие представители разных народов севера признают, что их потребности не удовлетворяются текущей административной системой. Необходимы глубокие реформы, направленные на улучшение благополучия жителей, устраивающих Туарегов и Пёль, и Сангай, и прочих народов севера. Но идея автономии поддерживают только Туареги и культурно-близкие иммаравы. Они острые других чувствуют свою язвимость в условиях численного доминирования бомбара и близких им этносов. При этом другие народы севера часто склонны отвергать любую идею автономии, особенно независимости, так как бои видят угрозу попасть под власть туарегских элит. Что касается Франции, как мое мнение, поддержка Франции и заводских движений сильно преувеличена. Франция пыталась использовать туарегские движения как наиболее договороспособные для установления своего контроля над регионами и в целях борьбы с джихадистами. Сепаратистские движения туарегов отказались от альянса с джихадистами и смогли убедить французов, что их тренинг с Бамако это внутреннее дело, которое будет решено путем мирного договора. И именно поэтому Бархан отказался от войны с сепаратистскими движениями. Этого в Бамако не могут простить французам. Я считаю, что туарегы всегда преследовали свои собственные интересы в этой истории, но при этом проявляли гибкость в отношении с влиятельными силами, будь то Аль-Каида, Франция или даже Бамако. До тех пор, пока требования другой стороны не переходили некоторые границы, которые начиналось уничтожение интересов туарегов. Какая связь, на ваш взгляд, существует между Жним, филиалом Аль-Каиды и СМА? И видите ли вы какое-то возможное дальнейшее развитие этого сотрудничества? Ну и в каких формах? Это разные движения с разными целями, методами борьбы и разной идеологией. Жним борется за становление шариата, СМА борется за создание автономии и независимого государства. При этом политика Жним, в отличие от политики, соперничающей дихадистской группировки и исламское государство, допускает некоторую гибкость и заключение нейтралитета с группировками, согласными на такой нейтралитет. Соглашение между СМА и Жним облегчается во многом также благодаря принадлежности лидеров к одним фракциям турецкого народа и наличию множества родственных связей между участниками с обеих сторон. Важно еще добавить, что подобный нейтралитет существует между Жним и парамалийскими движениями по лице платформа, куда входят МСА и ГАТИ, вопреки тому, что пропаганды иногда пытаются представить именно СМА как движение, имеющие особые связи с Аль-Каидой. С августа 2023 года СМА и Жним общий враг, против которого оба ведут боевые действия. При этом координации между ними нет. Каждая сторона ведет свою борьбу самостоятельно. Больше того, Жним во время решающего для СМА наступления на Китай свернула операции в регионе специально для того, чтобы не помогать азавадским движениям. Если азавадские движения не смогут организовать эффективную борьбу с бумагом, они рискуют потерять популярность и быть впитязанными женими. Джихадистский проект привлекатель далеко не для всех жителей Севера, так и его преимущества в постоте и надэтничности. Азавадский проект более сложен и предполагает больше внимания к сохранению уникальной культуры Севера, народов Севера, но, к сожалению, он так не стал популярен на кого-то ни было, кроме части арабов и туарегов. Трудно сказать, как будут дальше развиваться отношения между Сама и Жним, пойдут ли они по пути большего слияния или напротив размежевания и борьбы. Можно только предположить, что воюя против азавадских движений, Бамаку рискует усилить влияние джихадистских группировок на Севере, что, разумеется, не входило в план. Какой вы видите или предполагаете какой-то такой наиболее благоприятный выход для туарега в сложившейся ситуации? Считаете ли вы, что правительство Мали слишком безапелляционно в своей национальной и территориальной политике? Да, я считаю, что правительство Мали слишком безапелляционно, не учитывает реальные сложившиеся обстановки и слишком полагается на простые, силовые в данном случае методы решения проблемы. Лидеры Мали продвигают силовое решение просто как эффективное. Они исходят из логики, что жесткий ответ север-паратистам или джихадистам должен заставить людей прийти к идее о невыгодности участия в повстанческих движениях, заставить сложить оружие и перейти на сторону государства. То есть послание можно сформулировать так «Или вставайтесь, или мы вас уничтожим». Но люди с другой стороны слышат послание иначе, и оно трансформируется так «Если мы не будем сражаться, нас уничтожат». И с их стороны это совершенно логично. Чтобы стал возможен диалог с населением севера, власти Бомако должны изменить парадигму отношения, стать понять население не на словах, а на деле, что их претензии услышаны с их мнением, считаются. На текущий момент происходит ровно обратное. Вспех силового метода натыкается на серьезные препятствия. Во-первых, как всегда, пустыня, ставящая туалеков на грани выживания, одновременно служит укрытием. По сути же соседние государства не обнаруживают желания излишне активно помогать Мали в борьбе с туалеками. Прозрачность границ всегда дает возможность значительной части населения уйти к преследованию. Второе обстоятельство, играющие против правительства Мали, кризисом охвачены все регионы севера и часть регионов юга. Если правительством не сможет обеспечить население обещанной безопасности от падений, свободы при движении и базовые блага, популярность его очень высокая, теперь будет падать. Если она достигнет некой неизвестной пока критической точки, возможно, самые различные негативные сценарии. В этом случае время, как мне кажется, на стороне повстанцев, как говорит африканская поговорка, у вас есть часы, у нас есть время. Ну, я полагаю, что времени не очень много и у правительства, и у туарегских племен, потому что эта проблема, она требует скорейшего решения. Ну, как оптимист я верю в мотивационную адаптивность вообще всех людей до доброй воли. Скажите, как, на ваш взгляд, мировое сообщество может помочь в решении проблемы взаимоотношений туарегов и правительства Мали? У меня мало оптимизма в отношении этого конфликта. Даже при наличии доброй воли стороны конфликта, к сожалению, стали заложниками своих решений, своей собственной картиной мира. Конфликт находится в бетилогической фазе, на этом этапе неразрешимый. Что касается мирового сообщества, я думаю, прошли те времена, когда какие-либо решения могли быть выработаны и предложены извне. Этот конфликт должен быть решен изнутри или он не будет решен никак. Было бы неплохо, если мировое сообщество не мешало решать этот конфликт изнутри, но и здесь в реальности дела обстоят иначе. Мировое сообщество до настоящее время в целом заинтересовано в сохранении статус-кво, консервации конфликтов. Но мир меняется. Возможно, мы вступаем в десятилетия, когда возможны более быстрые непредсказуемые изменения, чем прежде, вопреки нератности мирового сообщества благодаря киористической массе накопившихся проблем. Трудно подсказывать, по какому пути могут пойти эти изменения и что можно сделать, чтобы уменьшить их травматичность. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня передача «Африка второй фронт» была посвящена проблеме Туарега, в которой населяют обширную территорию Запада и Севера Африки, при этом не имеют собственной государственности и так или иначе негативным образом влияют и на ситуацию в этом регионе в связи с угрозой экстремизма и государственной дестабилизации. А подробнее об этой ситуации нам рассказывала африканистка Мария Золотар. На сегодня это все об Африке, а вы тем временем оставайтесь на CBC. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин